Хочу зачитать вам письмо Бориса Джонсона. Это позор. Если вам нужен пример желания западной цивилизации умереть, я приведу вам нынешнее предложение членов британского истеблишмента запретить продажу оружия Израилю. У Израиля нет другого выбора, кроме как защищаться, потому что устав и цель Хамаса – уничтожить Израиль. Была причина, по которой они тщательно планировали, затем совершали эти невыразимые убийства и изнасилования. В варварстве, которое наблюдалось в тот день, в обезглавливаниях и сожжениях, была холодная логика. Они хотели показать израильтянам и всем, кто думает приехать в Израиль, что это место, где обычные невинные семьи могут быть охвачены жестокой катастрофой. Они хотели спровоцировать израильтян на жестокий ответ, поскольку знали, что ответные действия непременно приведут к потере симпатий к Израилю во всем мире. Именно поэтому они захватили заложников, чтобы у Израиля не было другого выбора, кроме как сражаться. Именно поэтому они отказываются вернуть заложников, и именно поэтому они так тщательно готовились к войне, цинично выставляя свою оборону таким образом, чтобы спровоцировать как можно больше жертв и как можно больше потерь в поддержке Израиля со стороны Запада. Именно поэтому они построили 400 миль туннелей, именно поэтому они позаботились о том, чтобы спрятать у себя под мечетями, больницами, школами и другими гражданскими объектами. И они активно используют смерть и страдания собственных граждан, максимально усиливая их боль и горе, чтобы настроить международное мнение против Израиля. А мы поддаемся на это. Хамас знает, что именно это ужасное зрелище, страдания палестинских женщин и детей, разбивает наши сердца на Западе и ослабляет нашу решимость. В данный момент они видят, как мы таем, слабеем. И в наших голосах, как и в Лондоне, так и в Вашингтоне, они слышат нашу растущую нерешительность. Голове Гидры будет позволено отрасти. Хамас сможет провести еще одно 7 октября, а затем еще одно. Прежде всего, остальной мир, где и так сомневается в силе Запада, увидит, что когда дело дошло до дела, у нас не хватило ни мужества, ни смелости, ни стратегического терпения, чтобы встать на защиту демократии и чтобы мы были готовы позволить джихадистам победить. Вы действительно этого хотите? Все вы, которые говорят, что действия Израиля требуют эмбарго на поставку оружия, вы хотите отдать победу кучке убийц и насильникам, вы говорите о гуманитарном праве. Где была гуманность Хамаса 7 октября? Покажите мне действия гуманитарного права в Газе, Хамас, в месте, где царят страх и бессудные казни, где за гомосексуальность полагается смертная казнь. Гуманитарное право? Они смеются над ним. Если мы сейчас запретим поставки оружия Израиля, это, конечно, будет абсурдным лицемерием. Я не помню, чтобы во время натовских ударов по Ливии у нас было много поводов для беспокойства по поводу гибели мирных жителей. Но меня беспокоит не лицемерие. Дело в подтексте, что хорошие, умные, добрые люди в этой стране на самом деле готовы отобрать у Израиля средства защиты своих граждан от Хамаса. Это безумие. Это позор. Продолжение следует...